Приветствую всех на WallStreet Online. Мы начинаем. Каждую пятницу в 20.00 мы собираемся по этой ссылочке и рассматриваем основные фьючерсные рынки. Подходит к завершению сентябрьский контракт на основных фьючерсных инструментах и на заставке вы сейчас видите предварительные рейтинги. На некоторых инструментах есть очень-очень плотно. Первая тройка, пятерки. Ребята достаточно неплохо постарались этим летом. Вот. И уже ближе к завершению, примерно 15 сентября, может 16 уже огласим победителей, ну и в принципе списки успешных публичных трейдеров. Итак, ну в общем, Brexit уже как событие затихло и начали в Европарламенте обсуждать тему Греции. И выступление Драги в четверг, 8 сентября, запланировано 15.30, собственно, вместе с решением о процентной ставке. Уже начали аналитики и биржевые каналы обсуждать этот вопрос. В этот же день, четверг, 8 сентября, отчитается по второму кварталу ВВП Япония. И интересный отчет по сальдо торгового баланса Китая вместе с запасами сырой нефти вечером по штатам. Опять же, в четверг. В общем, насыщенный будет. День в понедельник штаты не торгуют, у них праздник и, соответственно, европейские рынки и российский рынок будут немножко скованнее себя вести. Обычно так и происходит. Ну, те, кто воспользовались моим советом и все-таки попробовали поторговать на S&P перед праздником, как видите, тяжело, но старались закрывать неделю позитивно. У максимума контракта S&P торгуется во вторник будет Британия отчитываться по деловой активности и вторник отчитываются штаты по тоже деловой активности в непроизводственном секторе. Ну и в пятницу безработица в Канаде и индекс потребительских цен Китая. В общем, в понедельник выпадает и такая короткая неделя под завершение контракта. Ну, рекомендую не особо влезть в торги под завершение контракта, особенно последние две недели. Там не самая приятная торговля. Большинство крупных участников уже не размещают позиции долгосрочно и очень крупно. Поэтому переменность тенденций обеспечена. Ну и, в общем, сложность торговли. Так, вы видели также слайды по, вот как у нас сейчас на Finvizia за три месяца. Ситуация по фондовому рынку, по планете в принципе и по секторам. Ну, вроде как все более-менее у нуля, либо с прибылью, особенно финансовый сектор в Штатах. Немножко там фармацептика просела. Ну и все. Так, ну приступим. СНП будем рассматривать по традиции. Сейчас мы запустим. Вот он наш СИПЛЫЙ. Ядрог контракта уже плотно проторговали. Причем, такие две достаточно плотные массивности. И пока не уйдут ниже первого массива. Как раз 21.52 по 21.65. Может еще быть движение на север. Тут прям просится отметка 22. Отметим сейчас уровень сопротивления, который два раза уже побоялись пройти. Также обратите внимание на скачок ликвидности на этой неделе как раз под защиту. И на прошлой неделе в уровень 21.64.60 защищали. И в принципе вчера такой завершающий маневр поддержки был. Поэтому мы зафиксируем обязательно этот ценовый диапазон в качестве поддержки. Тут неплохо постарались. В общем, да, вот 22.05 сильный уровень. В чате Юра написал. Я думаю, там все уровни уже выше 22 будут непростыми. Плотное скопление объемов в коридоре 76 по 82. Как раз вот вторая массивность. Тут уже четвертую неделю торгуют. И начала уже проявлять себя волатильность. Видите, раскачивают лодку. И это предсказуемо под завершение контракта. Два дня достаточно волатильных. И среда и четверг были. И вот такой маневр в пятницу неплохо на СНП отыграли. Причем объем не фономальный. Ну, в общем, под праздники они стараются особо не падать. И так оно и произошло. Уже не один год наблюдается эта тенденция. Можно даже фиксировать статистику. Ключевые уровни текущего контракта, которые в ближайшее время понадобятся и 21.87, 21.90. Ключевое сопротивление. Возможно, прощаются уже с массивом 21.76 по 82. Но посмотрим. Еще пару недель как минимум будут сражаться. Давайте посмотрим по декабрьскому контракту, есть ли уже какие-то объемы. Да, вот начался небольшой прирост уже по 10 тысяч контрактов за сутки. И коридор у них немножко ниже смещен. Но это нормально. 21.60, 21.75 можете на новом контракте ключевой диапазон зафиксировать. Уже начались торги на декабрьском. И это хорошо. Напомню, что ключевое событие для не только финансовых рынков, и политики, геополитики, выборы в США. Точно дату не помню. В этом году в октябре. Вот. И статистика Wall Street гласит такие выводы, что есть ли кандидат, который, ну, есть, как бы, партии, и некоторые партии устраивают Wall Street. То есть они играют в ту политику, в которой выгодно Wall Street. И есть, которая, в общем, не особо лояльно к ним относится. И они очень хотят, чтобы Хиллари Клинтон все-таки была новым президентом. Тогда они еще, может, развлекаются на Wall Street своими финансовыми аферами. Да, кстати, уже все биржи на планете, кроме Лондонской биржи металлов, прекратили режим торговли голосом. То есть Яме и буквально вот... Скоро закроется такая биржа, как Nimex, кажется. Осталось совсем чуть-чуть там одно подразделение на CME и вот Лондонская биржи металлов. Все. Уже как бы все в электронном виде. Причем статистика процентного соотношения вот в ямах 1%, а то и меньше даже. В прошлом году это были данные. В этом, наверное, уже вообще как бы никто не торгует. Так. Идем дальше. По... Значит, открытый интерес вполне предсказуемо будет идти на снижение в последние две недели. Может быть, все-таки будет скачок. Вот как 30-го и 1-го сентября. Активность повысилась. Вот эта сессия. 68-е по 82-й. И не отстает от четверга. Пятница. Тут фактически не на одном уровне. То, что красным цветом, не обращайте внимания. Идет сравнение с предыдущим паттерном. Если хотя бы на совсем чуть-чуть меньше, он будет выкрашиваться в красный цвет. Но, в принципе, на неделе достаточно пиковая активность. И прирост показателя только набирает обороты. Ну, и, соответственно, мы видим волатильность. Да, торговля в яме ушла в историю. Что-то было достаточно такое... Романтичное такое... В этом стадии кричащих мужиков, которые еще и что-то там показывают на пальцах. Все. Все сидят тихо у терминалов и никто ничего не кричит. Значит, активность высокая. Соответственно, ожидать, прогнозировать и рассчитывать волатильность повышенную. Само собой. Дельта по последним сессиям в основном фигурирует на стороне селлеров. Стоит отметить, сегодня активность 70-73. Жестко сражаются за этот коридор Байеры. И, в принципе, вторник, если будут сильно поддерживать этот коридор, вполне могут все-таки с него потихонечку еще прокатиться до 22-00. 31-01, и вот сегодня еще минус 5, но пока 12 часов Чикаго. Да, кстати, те, кто только тестирует платформу, либо только начали использовать, время, которое вы видите снизу, соответствует времени на бирже, на котором торгуется инструмент. То есть, тут не универсальные временные пояса. Непосредственно, если это Чикаго, меркантильный чейндж, значит, время снизу будет Чикаго. Это так просто, чтобы не растеряться на первое время. Так, и уже две недели так плотненько поработали 80-81. Снова уперлись в этот коридор, и сейчас пока идет на 75-ю коррекция. Ну, от них ожидать можно все, что угодно, и вполне могут все-таки попрощаться с 22-00 в этом контракте. А уже, что будет в декабрьском, посмотрим это совсем скоро. Итак, как вы видите, торговые сессии в американских бирж в основном формируют ядро, и они все 4 на снижение были. И пятница такая очень похожа на снятие стоп-приказов. Поэтому, по вторник, если неожиданно, мы увидим открытие американской биржи 8.30 по Чикаго ниже вот этого коридора 21.66 и 21.70. Это как раз первое ядро. И вот у нас в понедельник плюс вторник еще хороший массив в форме нормали, который как раз пятница пытается расширить. Вполне может быть, если откроется на уровне либо ниже, как раз пятницу мы и наблюдали в качестве снятия стопорей. 21.59 вчера неплохо там загрузили котировочку. Видно даже очень плотно и в течение часа-полтора просто не могли никак успокоиться. Тут около часа по 100 тонн за 15 минут общая ликвидность. И реверсивная среда и четверг, что очень даже опасно для продаж. Поэтому вот этот коридор номер один. Если вы зашли сегодня на шорт в районе максимума, то будьте внимательны на счет 66.70. Возьмем пока зафиксируем 79.81 в качестве сопротивления. Но если на этих ценах закроется пятница, можно этот коридор в качестве сопротивления снимать. Так, ну вот сетка уровней. Можно также захватить еще реверсивный массив среды, но его уже неоднократно прокалывали, поэтому надежность этого уровня косвенная. Отметить стоит, но чтобы не засорять ценовый диапазон, можете его держать в голове. ФИСИКС. Гэп, ну, на штатах уже редкость какая гэпы. Но вполне может быть не исключено. Про выходной в понедельник в принципе уточняли, уже обсудили. Поэтому лучше на следующей неделе просто быть в кэше. Если есть открытые позиции, сопровождать тихонько, ничего нового не открывать. Идентичная модельность на ФИСИКС также по контракту сентябрьского. Две плиты, причем достаточно долго формировались. И попытки все-таки пойти выше за 30.65 ушли. Второй по значимости коридор 30.15, 30.45. Здесь 3 сессии, даже 5 сессий. И текущая неделя вот суммарно неплохо поработали они. И вот эти две недели в общем такой массив. Пока будут выше 30.00. То есть могут и закрыть контракт ниже, но пока вот эту плиту плотную не пройдут, вполне может продолжиться восходящая динамика, особенно если Драга в четверг оставит процентные ставки на этом уровне, либо же еще понизит. Кто их знает. Также для ФИСИКС 27.90, 27.47. Это две недели разворачивались, причем на повышенных объемах. Также ликвидность идет на повышение. Это неплохо, хороший знак для, хороший критерий для восходящей динамики. Чтобы расширить дальше ценой диапазон, для этого нужно много топлива. Соответственно, оно и есть, поэтому динамика еще может продлиться. По крайней мере, есть шанс. Так, DAX, сейчас быстренько рассмотрим. Здесь у немцев сейчас очень много хлопот с этими Грециями и Брекситом. В общем, они просят не понижать процентные ставки и так уже инфляция и все остальное как бы раскачивается. Я думаю, что помните, я говорил, что в опросе экономистов, макроэкономистов, аналитиков, управляющих крупных фондов еще в январе опрашивали и после выхода Британии они прогнозировали, что выйдет вообще как бы уйдет в отставку Меркель. и похоже, что ее уже потихонечку достали все эти политические передряги. Она уже, в принципе, я думаю, готова выйти из... вернее, подать в отставку. Значит, 10,735, 10,685, даже более плотно возьмем вот три сессии. Очень хорошо постарались. Текущая неделя, понедельник и сегодня не могут пока пройти выше. Соответственно, и как торговая идея неплохая, и, в принципе, ориентирный уровень. Волатильность также раскачивают. Вот. И это к завышению контракта нормальной явлением. РТС. Михаил. Хорошая отговорка для ФРС. Я думаю, что они сами уже на полгода вперед все отчеты рассчитали, когда какой отчет должен быть, чтобы у них были весомые отговорки. Так. Ну, вот немножко активность падает. цена последней недели. Я думаю, это сезонно. Последняя неделя лета. И также волатильность усилилась. Треугольник, который уже завершен вокруг 96-й и волатильность на покупку. Точно так же, как на других индексах. Фиксируют позиции. в принципе, неплохой был контракт сентябрьский. Возможно, еще пощупаем 98-ю. Может быть, не зря фиксируют, уже выше не пойдут. в любом случае, в любом случае, восходящая динамика летом при таком достаточно не сильно динамичном внешнем рынке. Это хорошо. с учетом поведения нефти нефтянки. Так, значит, фиксируют позиции. Уже начали скорее всего с вчерашнего, вернее, с прошлого Wall Street Online. Начали уже фиксировать. На следующей неделе еще больше фиксации не работают. Так, и тут 94-500 по 95-300 в фиксируемом качестве поддержки. На этой неделе три сессии. И в начале августа целые пять сессий. Целую неделю формировали коридор. Объемная активность селлеров 97-100 97-500. Сразу уже неделю здесь защищались и неоднократно отстояли коридор. Также вся неделя шла на снижение и вот пятница уже выбралась на максимум. Выброс топорей однозначно и ликвидность повысилась. Давайте посмотрим что там по дельте. Вуаля. Итак, набирали шорты, вернее фиксировались, но активность была в основном на стороне селлеров. Коридор основной где были эти давайте лучше так селлеров нужно выделять красным светом. Пятница прошла, то есть удачно самый тяжелый коридор уже позади и 12000 32000 контрактов на стороне байеров. отличился 96200 тут 4 тонны дельта по 3 тонны чуть выше 96500 также 3 тонны на 94600 это дельты только и почти 4000 контрактов буквально чуть-чуть не хватило 95100 в общем точки где сильный перевес был на стороне байеров и 3200 на самой макушке фильтры если все правильно то сейчас мы сделаем так как надо вот это непосредственно перевес то есть дисбаланс спрос и предложение 94 94500 3 сессии 4 тонны 5 5 и здесь даже десятка на покупку активность была коррекция вполне нормальная события в понедельник но там уже посмотрим как будет 95 защищать обратите внимание на ликвидность которая была сегодня как раз на открытии штатов скорее всего вы заметили сами но есть подтверждение закрепления даже статистической информации студенты из курса smart волюм трейдинг уже могут официально показать статистику что больше ликвидности последний контракт даже может два контракта идет на открытии штатов но и на и на ртс ну и на рубля также динамика идентичная стоит отметить этот коридор 95 900 как начали и по 96 250 весь этот коридор вертикальный массив за 15 минут 100 тысяч контрактов оборот ликвидности это очень неплохо и метеля закрывается на максимуме это плюс для байеров единственный сценарий который может быть на следующей неделе это резкий возврат на 95 в понедельник либо вторник такой неожиданный это будет конечно означать в том что с покупками можно пока повременить и вся пятница была в основном нацелена на снятие стоп-приказов всех селлеров которые работали эти три дня видите остановились непосредственно на потолке недели то есть они задачу выполнили даже хвостиком задели еще каких-то ребят и там будем смотреть там будем смотреть уже с понедельника даже может быть какой-то ожидать гэп вполне нормально так штаты будут закрыты поэтому свобода вполне по движению и могут немножко даже попробовать проэкспериментировать с волатильностью поэтому осторожнее после уикенда ядро недели в среда, четверг, пятница оставили здесь плотный массив максимальный объем конечно суммарно прошел в районе 95500 также неплохой массив и значимый вторник просто жуть какую флэтовую локацию сформировал там полсессии просто стояли на 97 плюс-минус и вот пятница закрывается поэтому коридор вот этот метим 96600 96850 это основные диапазоны если не подтвердиться сценарий на снятие стоп-приказов коридор на 95 996 250 байеры должны активно поддерживать и не пускать цену ниже как вариант попробовать пощупать в качестве поддержки но опять же осторожнее как-то уж очень просто получилось в пятницу у них рубль тоже потихонечку выходит фиксируется и тут несомненно по техническому анализу и вообще как бы 64 прямо такая страшная цена отметка массив плотный на 66 67 ключевой диапазон в принципе эти уровни мы сейчас отметим они пригодятся на следующем контракте как опорные уровни плюс еще мы сейчас спот опять же закладим 67 350 защита по 67 800 тут целеры 5 сессий удерживали оборону и сначала контракт то есть по сути с точки зрения объемного анализа 67 500 это открытие контракта пока не прошли но и 64 тоже видите патрулируют и очень внимательно 64 64 500 тут неделя тут неделя и три сессии которые были в районе 65 500 65 600 здесь сценарий на продажу я думаю отчетливо видно сопротивление которое мы неоднократно отмечали на этом уровне толкнули выше и ликвидность повышенная очень осталось еще расширить коридор за 65 тут более 24 миллионов начнем это ядро контракта можно уже его фиксировать он вряд ли как-то будет меняться до закрытия сентябрьского и еще локация на сопротивление тут в начале августа и как видите есть реверсивный две реверсивные сессии как раз на этом уровне и остановили свою деятельность уже такое надежное подтверждение что сценарий уже отрисован расширение котировки за 65 дальше уже поддержка уровня 65 600 64 64 64 64 особое внимание на 64 200 вот эти два массива также ликвидность увеличилась в декабрьском контракте в любом случае в сентябре и октябре ликвидность будет только набирать обороты летние контракты они всегда менее активны плюс там начнется еще разное количество конкурсов и так далее и так дельта на стороне байеров была всю неделю и 70 толкнули наверх и 164 в два раза больше уже на стороне селлеров то есть с точки зрения даже математики тут все указывает на маневр за стопами так это у нас коридор активности байеров сейчас я на всякий случай фильтр проверил потому что тут может кто-то хозяйничал и так оно и есть так видите картина поменялась по ценам в принципе здесь все то же самое по total по прайсам 32 на стороне байеров и вот 25 видно за ними как раз и ходили здесь селлеров на 23 тонны выравнившись шестой 12 на стороне байеров это скорее всего стопы были значит давайте зафиксируем ликвидные точки 65 500 это селлеры потом 23 тонны на стороне селлеров дельта вот 25 на стороне байеров вот тут минус 26 тоже селлеры ну впритык в общем идут на минимум за сентябрьский контракт здесь буквально 4 торговых дня было с такой нормальной дельтой на продажу и буквально вот пятая сессия больше 150 тысяч контрактов посмотрим на спот проски 20 для того чтобы помещался весь график волатильного рубля на экране только из-за этого но для правильного анализа объема выше конечно использовать стандартный минимальный прайск это более точно и правильно здесь при 20 не сильно там огромная погрешность идет так так в общем почти миллион набрали в подельте на споте 1 сентября пока вы отправляли детей на первый звонок тут напали прям с неистовый силой хотя ликвидность стандартная идет 3,5 4 там плюс минус вот но перевес был достаточно такой серьезный сегодня отличились наоборот достаточно скудно себя проявили аэро 200 тысяч буквально набрали видно 600 600 800 3 дня так атаковали прям вот сразу видно отпечаток селлеров 65 8 66 50 это спот напоминаю и в общем вот это как раз есть массив защиты чтобы расширить за 64 тут еще вот сколько нужно потрудиться и массив 64 7 по 65 с копейками 64 70 и 65 с мелочок какой-то 10 плита потом еще одна поддержка тестировали и потом контрольная уже за 63 топовая за этот квартал я так понимаю да больше не было 700 и 857 это топ по дельте с счетом стандартной ликвидности 22% ликвидности перевес за байерами ну в общем картина такая рубль на таймфрейме 15 минут это для спекуляции уровней тут бесспорно 64 65 500 давайте округлим это ядро недели как бы не плясала котировка но все основные объемы как-то чудным образом оказались на одной линии вот плюс вчера достаточно так интересно проявил себя рубль там какие-то интересные такие хаден тикс прошли прям под линеечку не крупная но так по чуть-чуть и так здесь обязательно 65 860 980 в качестве сопротивления контрольный блокпост целеров 66 070 66 130 и вот вторник тут дежурит дозорные по поддержке 65 150 65 250 как в аптеке пришли отметились и остановились все могли бы расширить дальше чтобы хотя бы надежды какие-то были промежуточная загрузка вот здесь вот тоже коварные уровни очень быстро набрасывают много объема поэтому рекомендуют не упускать их тоже из виду 65 690 730 основной удар пришелся на 350 по 65 500 более плотное ядро конечно вот это так можно заметить тестирование на следующей неделе если не смогут даже усилить этот коридор то вполне есть шансы на снижение но дельту вы видели сами на споте снижение снижение маркет ручь и еврик также поднялась немного волатильность скидывают последние две сессии позиции ну тут как бы после середины лета это был пик активности на фьючерсе пары евро доллар все потом просто начали выходить все что им нужно было это похоже удержать в районе 1.1 они это сделали и просто выходят без особого размещения и агрессивной фиксации просто я так понимаю они контролируют направленность котировки без особой какой-то цели итак это класса профайл за сессию за день 1275 1335 коридор очень такой плотной массивности это две недели отличились ушли оттуда очень поспешно и 1240 вот сейчас могут даже до 75 попробовать могут попрощаться и если не пустят выше этого коридора можно отслеживать еще до 13 то есть вот этот коридор должны в принципе селеры удержать тогда можно пробовать какие-то сценарии на шорт ликвидность набирает обороты причем неделя наверное суммарно наиболее ликвидна единственное вот две недели конкуренты и так 114 1155 сомневаюсь но пока отметим как уровень поддержки все-таки три сессии там старались пятница похоже прощалась с 1250 и цена сейчас уже прям просится на минимум недели соответственно поддержка уже не самое лучшее решение на следующую неделю так и осталась поддержка на 10 и 1050 плюс еще промежуточная такая локация 1095 по 112 вот такая дельта на этой неделе уже с 25 августа не могут никак успокоиться байры сейчас мы проверим фильтры так тут все правильно даже с учетом маневра на снятие стопов сегодня дельта почти 2000 контрактов суммарно так что вот такой вот еврик внимательно на этот уровень уж больно у них затягивается реверс ну в любом случае ниже 114 уже стонали на покупку просто до декабря до декабрьского контракта можно отложить обратите внимание плотно быстро аккуратненько просто хирургическое размещение 1232 1245 тут даже если плотно взять вот 34 по 39 более трех 2000 по каждой цене тут еще быстро там 36000 контрактов потом еще вспышка активности 1215 по 1225 и недолго думая они уже оказались на 111 тут четверг и среда еще боролись мы сейчас этот уровень как раз выделим 115 по 1135 передумал опять дальше идти на покупку опять же возврат уверенный и простой до 15 в таком же ключе волатильном если вернуться на этот диапазон могут до четверга до драги до процентных ставок ну вот на подобие вторника среды такой непонятный никуда не стремящийся маркет который постоянно меняет свое направление это можно привыкать в конце контракта на еврике да и не только на еврике нормальное явление так теперь у нас фунтик а здесь как раз три дня открывает позицию после сброса сбрасывали потом передумали и начали в общем открывать сделки активность не топовая но и остался немного до максимальной поэтому стоит обратить внимание если торгуете на фунте как раз три сессии идут на рост сейчас посмотрим по дельте так ли это а вот он видите и сейчас мы фильтры подправим мы отключаем да еще совсем совсем забыл небольшой анонс на московской бирже мы проводим в сентябре 4 открытых вебинара совместно с московской биржей с школой московской биржи поэтому на нашем сайте можете зарегистрироваться на 4 интересных лекции либо на нашем либо на московской бирже описание там можете найти и абсолютно открытый раз в неделю в общем они победили еще 20 тонн никто еще не осмелился но здесь почти все 5 сессий дельта такая шокирующая не факт что могут дальше продолжать рост очень также манипулятивно и быстро могут вернуться на 31 20 поэтому поддержка если уж больно будет защищать 32 10 и 31 60 индекс доллара тоже не спокойно как видите 26 хорошая ликвидность на топливе прошлись до 96 тут немножко помучились и тоже ликвидность не меньше 26 числа в районе 33 тысяч контрактов ну уже такое твердое крепкое ядро текущего сентябрьского по индексу 95 50 96 и 20 ну более плотно уже такие 95 65 96 20 вряд ли он уже поменяется этот коридор локация в районе 94 40 94 70 мониторим на предмет поддержки ну и 97 тут мышка бежала квостиком макнула и в общем заколдованная цена 2 недели вернее неделю здесь очень так плотненько защищались поэтому и на следующем контракте этот уровень пригодится бренд здесь я включу склейку контрактов кстати знаете зачем вертикальными линиями отмечаются важные даты контракта начало либо экспирации к сожалению не все трейдеры которые торгуют знают эти даты некоторые даже не в курсе что есть такие вещи как экспирация вот это всему виной форекс дилинг центры которым абсолютно все равно ну и форекс котировка нон-стоп так в общем дельту 31 и 1 ровно буквально там 20 контрактов 30 разница 13 тысяч контрактов и по ликвидности 3 сессии подряд идут ровненько 189 199 видимо заказ такой был по нефти 3 сессии на снижение и четвертая решила передохнуть перед выходными как раз понедельник америка будет закрыта биржи вот они решили там передохнуть потом во вторник могут продолжить что падают достаточно так легко можно сказать достаточно распространенная модель треугольник на уровне 50 сформировался и вот таким образом они его расширяют при вот такой пятнице неудивительно если все-таки будут пытаться вернуться к 48 48 50 48 90 здесь активны были целер сейчас секундочку Программа, которую я рисую, она почему-то отказалась на котировке бренд. Показывать и рисовать. За лето 50-20 по 48-70. Тут заслуженное ядро. Более точно, если брать красные уже отметки, это 49.25. Не будем трогать. По 49.85. Здесь как раз такой самый пик объема. Три недели тут стояли. И обратите внимание, тут уже были такие баталии. Как раз здесь и остановилась эта вся ситуация на снижение. Могут тут еще побороться за 45.50 и не пустить ниже. Поэтому процентные ставки... Я... Когда повысили процентную ставку ФРС, соответственно, должен быть какой-то баланс. Все остальные страны должны понизить процентные ставки. Тем более, все уже давно сидят на этой... Финансовой системе, как печатание кэша и варьирование инфляции с помощью каких-то финансовых сложных инструментов, либо же облигаций. Ну, в общем, их это устраивает. И пока, я думаю, политика не особо поменяется. Повышать процентные ставки... Ну, если начнет Швейцария повышать, тогда уже можно поверить, и что другие страны могут повысить процентную ставку, кроме Штатов. Япония увеличила, да, там, программу спасения Японии. Британия тоже там особо недалеко ушла. Другие страны не... Креативничать не станут. Ну... Эх, США, США. Они же всех и на кредит эти... Заманили, теперь контролируют этим долларом... Все его круг. Важные уровни на бренд Крутойл, который на айс торгуется, и Лайтсвит. Сейчас посмотрим. Это октябрьский контракт. Вот, чуть-чуть начинали набирать последние три сессии. Снижение было такое жуткое. И посмотрим склейку контрактов. Это... Раньше, раньше очень... Такие отчеты, как безработица, там, потребительская корзина, количество... Разрешение строительства новых домов. На рынке такое творилось, если какой-то не... Ну, неожиданно негативный отчет вышел. Просто... Чуть ли не начали сбрасывать все пакеты в долгосрочники на фондовом. Сейчас Фомка, печатный станок, вкол-выкол, все... Все экономические показатели, которые мониторят. Так... Ну, активность на Лайтсвит Крутойл ровная, пока не пиковая. Ну, в принципе... Внимания не уделяют, видимо, этому инструменту на Наймакс не интересен никому. Вот, и решили они немножко откорректироваться. Ну... Они очень быстро могут реабилитироваться и за неделю вернуться на 48-ю. Была бы ликвидность. Сейчас мы посмотрим, сколько там... Ну, ликвидность не... Не пониженная, нормальная, стандартная. И дельта сессии тут вот так вот, понятно. Вот такие вот они. Мы сейчас фильтры уберем. Вот. Это были фильтры. Можно было перепутать. 8700. 12 тонн. Вот, 11 августа после этой сессии. Неделя динамики. 11 дельта за сессию. На самом минимуме за лето. Потом... Добавили немножко огня и... Пустили на самотек. Поэтому... Как только за 45-го начнут... Совать нос, сразу... Должна пойти дельта на... Эээ... Стране байера. Вот как в этих ситуациях тут... Начали толкать выше и дельта... Как половину хотя бы должна быть... Не меньше. И... Золото. Да. Маневров на всех рынках... Идет одна и та же... Манипулятивная... Пятница. Тут прям как ножом срезали. Так, ликвидность всю неделю только набирала обороты. Никаких провалов, никаких просадок. Оборот под надзором. Поэтому 13.10, 13.17... Возьмите на заметку. Уровень уже знаменитый, популярный. Во всех... Во всех... На всех радиостанциях только о нем и говорят. Так, сопротивление все так же. Семьдесят семьдесят пять это... Уже даже не объемный, а психологический уровень. Ну... Последняя такая плотная массивность... Я отметил бы 13.44 по... Пятьдесят семь. Это... Четырехнедельный такой застой по золоту был. За квартал, так как по золоту немножко... Другие даты экспирации. Там своя специфика на этом контракте. Поэтому здесь мы смотрим склейку. За лето... 13.15 по 13.25. Это вот этот пик ликвидности. Но по последним... Активным массивом это 13.45 по 13.57. Важный диапазон. Уже с ним попрощались, потестировали и... Вот тянутся, тянутся... Дотянуться не могут. Как только начнет падать фондовые индексы... Сразу все вспомнят про золото. Как... Один из понятных и... Надежных... Хранителей... Активности. Хотя это... Уже устаревший инструмент, но... По старинке... В любом случае... На золоте начнется... Восходящая динамика. Только начнут падальники. Открытый интерес не критично. Смени стилса, на самом деле... Это не особо-то и открытие позиций. Поэтому осторожненько... Не... Не всегда зеленый цвет открытого интереса... По сессии означает, что там массовое открытие на покупку. Нет. Просто виден. На небольшое значение... Больше. Соответственно, маркируется сразу бар... Вернее, гистограмма этого бара как зеленым цветом. Все. Внимательно смотрите. Иногда... Можно ошибочно... Констатировать информацию... Немножко в другом свете. Так. Спасибо, что пришли. На сегодня все. Все инструменты рассмотрели. Вам хороших выходных. Теплых, теплых и солнечных. Встретимся в пятницу. В следующую. В 20.00. Как обычно. По этой же ссылке. Ничего не меняется. Попутного тренда. Хороших сделок. И... Бабьего лето. Вот. Все. До... Следующей пятницы. Запись будет на YouTube-канале. Ну и в сообществах Facebook и Google+. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok